здравствуйте друзья доброе утро у нас разворачиваются новые иммиграционные иммиграционно так сказать направленные действия события и я о них пару слов скажу на следующей неделе вот сегодня среда а следующей неделе палата представителей будет голосовать за два законопроекта ну то есть они долго-долго говорили спорили как как и судить ведь я не хочу всю эту историю вытаскивать снова наверх я рассказывал несколько дней назад но договорились республиканцы под давлением тех республиканцев которые требовали чего-то делать с тем чтобы дать статус постоянный вот молодым людям которых несовершеннолетнем возрасте привели в сша и так умеренные республиканцы надавили и в итоге вот республиканская начальство сказала хрен с ним вот значит на следующей неделе будем обсуждать два законопроекта первый законопроект идет от крайне правой фракции таких твердолобых которые никаких амнистий там не хотят и в общем смысл их в том чтобы не давать вот этим молодым людям постоянного статуса такого как бы а точнее не давать им пути гражданству грин карте и так далее создать такой как бы статус для них специальные когда они могут жить и работать но не могут ни на что больше претендовать то есть они никогда не получат грин карту они никогда не получат гражданство а вот так будут в таком как бы законсервированном виде потому что если человек нарушил закон ну может быть не сам но с помощью родителей и а мы теперь ему это амнистию вот это потрясет искать основы их мировоззрения этот этот же законопроект обрезает значит семейную иммиграцию этот же законопроект убивает лотерею green card и выделяет там сколько там было нужно денег там 25 миллиардов на строительство стены с мексикой вот такой законопроект у него очень мало шансов но практически нет шансов на то чтобы пройти потому что умеренные республиканцы за это голосовать не будут а уж демократы так и подавно то есть своих собственных голосов на это не хватит второй законопроект это такая как бы знаете такой джокер то есть вот его еще нету но над ним сейчас работают то есть они кулуарно это все делают то что никто не хочет на республиканской стороне никто не хочет острых дебатов в преддверии выборов тут уже не за горами а тема тема такая острая горячая и вот они там как-то кулуарно обсуждают обсуждают пытаясь ну как бы как бы они пытаются найти компромисс между сторонами которые не могут на они могут друг другом иметь этот компромисс то есть те кто говорит что надо дать им путь гражданству и те кто говорит что путь гражданству давать нельзя обе эти фракции значит присутствует в республиканской партии и договориться они не смогут никогда но что пытается сделать руководство республиканской партии она пытается слепить некоторые законопроект который ну типа компромиссный но им нужно показать деятельность по решению иммиграционных проблем то есть если это не произойдет это виноваты будут демократы которые не поддержали это будет виноват еще там кто-то но во всяком случае они должны показать рвение и стремление потому что они так много кричали и так ни к чему и не пришли вот как с медицинской реформы тоже они кричали восемь лет кричали и так ни к чему не пришли и в общем нужно продемонстрировать вот искать готовность и стремление вот как бы с этой целью готовится некоторый законопроект которого еще нету но который должен создать вот эту иллюзию что они пытались и вот значит соответственно этот законопроект будет обсуждаться голосоваться на следующей неделе вместе с законопроектом консервативных республиканцев таких супер консервативных давайте мы на свет и образ переведем значит все это вот будет буквально вот вот течение нескольких дней до дальше что значит сказано было сегодня по этому поводу пол равен значит руководитель республиканцев палате представителей он сказал что об кашлял об кашлял это все с президентом трампом этот поддерживает потому что ему тоже нужно показать что они пытались вот и что если смогут договорить проголосовать там и так далее то вот он он даже готов это все подписать но дело в том что чтобы он это подписал это должно пройти через сенат в сенате у них шансы на прохождение практически нулевые мы на самом деле снова возвращаемся в ту ситуацию которая была несколько месяцев назад вот когда они там феврале в марте все это пытались сделать и у них не получилось и ничего не изменилось с тех пор то есть никаких шансов на то что это то что они предложат кардинально и так прорывно изменит ситуацию никаких шансов нет то есть они стоят там же где стояли и трамп им сказал что вот те четыре принципы которые не прошли вот несколько месяцев назад вот я не подпишу ничего что будет нарушать эти четыре принципа то есть ничего такого не сделаете чтобы я мог подписать фактически такая вот хохмочка поэтому еще раз всегда есть какой-то вариант когда что-то такое никто не ожидал а оно случилось мы мы все понимаем что это бывает но с точки зрения как бы такого анализа не не подвержена вот каким-то вот таким знаете солнечным затмением вот вот получается такая вещь что никаких шансов нет и что в основном конечно им хочется продемонстрировать что вот они они не только говорят но они и делают что-то да кстати там еще одна такая интересная фишечка возникла в июле будет вынесен на голосование закон о создании виз ну или там не может быть не создание но как-то упорядочение или облегчение и так далее для сельхоз рабочих временные визы потому что промышленности нужны люди сельскому хозяйству нужны люди сезонные рабочие вот там значит в июле уже буквально будет новое законодательство потому что отсутствие общего законодательства миграционного когда они хотели все сразу сделать препятствует тому чтобы решить конкретно частный вопрос вот сельхоз рабочими которые на сезонные работы и сейчас люди боятся ходить через границу нелегально и так далее поэтому вот хотят решить этот вопрос поэтому это тоже произойдет очень очень скоро вот пока такие новости так что буквально вот что там на следующей неделе уже что-то такое прояснится вот я не думаю что сильно прояснится но в том смысле что прорыв вряд ли какой-то будет но так у нас будет о чем поговорить счастливо